Оперативное совещание в правительстве Республики Башкортостан В минувший понедельник Было на моей памяти самым коротким Я не могу припомнить Совещание, которое бы укладывалось В 47 минут И тут, видимо, были свои причины Начал Хабиров Совещание с Вступительного слова, как обычно Поздравил всех с днем борьбы Посмотрел видеоролик По развитию греко-римской борьбы В Башкирии Мы знаем все, что греко-римская борьба Это некий родной спорт Для Хабирова И он все грезит Строительством какого-то дворца борьбы Даже выезжал там на строительную площадку И показали нам красивую картинку Действительно, дворец В абсолютно греко-римском Таком стиле По крайней мере, так себе представляют Греко-римский стиль Жители Ишимбая Но, в общем, Хабиров все еще не оставляет Идею построить этот дворец борьбы При том, что он упоминал Что в былую свою бытность Сотрудником администрации Муртазы Рахимова Он пытался, но не успел Также во вступительном слое Хабиров рассказал нам Кратко и мельком О том восторге Который вызвала у него Очередная туристическая поездка Поездка была в Узбекистан Не знаю, что там уж было Способствовало восторгу То ли местная кухня То ли 300 литров вина И 100 литров водки Которые взяли с собой В поездку наши Башкирские делегаты Ну, в общем, все было очень здорово Правда, Хабиров Сам себя остановил Попросил всех Быть краткими Докладчиков И загадочно сообщил Что ему срочно нужно Выезжать в район Именно к 11 часам Оперативка вообще В этот раз была Сильно раньше обычного И я тут задумался А что за такой район В который Хабирову Опаздывать нельзя Ни на минуту Ни на 10 минут Но ближе к концу Сегодняшнего выпуска Я вам расскажу В чем там было дело И дело было вовсе, конечно Не в районе Вопрос о заболеваемости Ковид-19 Все еще остается Первым в списке Тем более, что Исполняющие обязанности Министра здравоохранения Республики Башкортостан Господин Рахматуллин С тревогой сообщил нам О том, что Ковид в Башкирии Пошел в рост На 4% Выросла заболеваемость Ковидом В последнюю неделю Собственно, это закономерно Это предрекалось медиками Что В конце мая Начале июня Нас ждет очередная волна Ковид-19 Возможно, она будет Не такой Устрашающей Как предыдущие Но как результат Снятия ограничений Эта волна Просто обязательно Господин Рахматуллин Рассказал нам о том Что 2 миллиона 700 тысяч Человек В Башкирии Полностью вакцинированы И уже началась Операция по ревакцинации По плану К августу Азат Салаватович Собирается ревакцинировать Миллион 100 тысяч человек Выслушав этот Короткий Явно урезанный Доклад Хабиров Обратился к Назарову С вопросом Решился ли Андрей Геннадьевич На ревакцинацию Андрей Геннадьевич Тактично ушел От ответа На что Хабиров Ударив себя В грудь Заявил Что он-то Как раз и решился И вот-вот Уже прямо Ревакцинируется Того и гляди Прямо в прямом эфире В общем На эту тему Пока прекратили Хотя Некие тревожные Звоночки Уже начинают поступать По поводу Третий Четвертый Или уже пятый Я уж не помню Какой Из волн Ковид-19 Второй доклад Оперативного совещания Теперь это доклад Госпожи Прочаковской В этот раз она лично Сообщила о нам Отчаяниях И веяниях В республике Башкортостан И в этот раз Я пожалуй Сопровожу Вот этот рейтинг Вопросов От граждан К Прочаковской Я сопровожу Этот рейтинг Кратким анализом По крайней мере Топовых Четырех Тем На первом месте По версии Прочаковской Беспокойство граждан Вызывает Социальное обслуживание И речь идет О тех Выплатах Путина Семьям с детьми Которые в Башкирии Провалены полностью До граждан Эти деньги не дошли Мадам Иванова Не может обеспечить Регистрацию И выдачу этих денег Ну По техническим причинам Потому что Вместе с Разумикиным Они там Как-то Прощелкали Простите за Смягчение Терминологии Вот эту электронную Систему регистрации На втором месте Дороги Ну Совершенно Оборзели граждане Конечно Задавать вопросы Про дороги У нас такие Отличные дороги Что мы Даже Лишний асфальтобетонный Завод Подарили Сепаратистам ДНР ЛНР Настолько у нас Все хорошо с дорогами Что нам даже Ни асфальт Ни бетон Не нужны По сути И мы вот Дарим завод А граждане Опять вопросы Задают про дороги Ну в общем Конечно Это безобразие Мне кажется Надо с этим Что-то делать На третьем месте По обеспокоенности Вопросы Благоустройства Ну и опять Сто процентов Черная неблагодарность Сколько прекрасных Скверов Парков Воздвиг Дорогой Ради Фаритович Для этих Неблагодарных Жителей Башкортостана Монументы Памятники Фонтаны В изобилии Ну в конце концов Серенькие заборчики Это тоже благоустройство Они все пишут И пишут Рочаковской Что благоустройство Их не устраивает Тоже непорядок Елена Анатольевна Надо прекращать Вот это дело Вещать Ну и на четвертом месте ЖКХ Ну возможно Конечно гражданам Холодно сейчас стало Но это же уже Как говорится Такая весна А вот БашРТС По крайней мере Порадовал граждан По определенному Представлению Ну Некоторым Так кажется Что БашРТС Решила собрать Второй раз Оплату с них За прошлый Период Я говорю о том Что вот эти вот Суммы Которые были Считались Как-то возвращенными Как неправильно Начисленные Теперь почему-то Опять всплывают В некоторых Платежках В общем тоже По поводу ЖКХ По моему Беспокойства Напрасны БашРТС Своего Не упустят А Отопление Летом Точно Не включат Так что Вот эти все Новости Кумулос пресс Это были Всего лишь Шутки Выслушав Вот этот рейтинг Обеспокоенности Граждан Хабиров Конечно Обратил Внимание Естественно На первое Место И речь Опять Об этих Несчастных Выплатах Путина Почему-то Хабиров Стал Терзать На эту тему Игде самого Видимо Он понял Что с Ивановой Ничего сделать нельзя Иванову Надежно Защищает Супруга Хабирова Они подружки И вот только Поэтому Иванова Сидит на своем месте И ничто Ее не берет Ни сгоревшие Старики Ни окровавленные Трупы Сирот В этих Приютах Ничего не берет Иванову Вот защита Корена Хабировой Работает надежно Потому Хабиров Решил Обратить Свой гнев Ну хотя бы На Игде самого Ну вроде как Минфин Там выплаты Но Игде самого Тоже не дура Отвечать за Иванову Быстро перевела Стрелки В общем В конце концов Порешили на том Что это сами Граждане виноваты Они плохо Они плохо информированы Ни черта Не знают И ломятся Закрытые двери Потому Их достаточно Информировать И они Опять Ну как говорится На рельсы встанут И все будет хорошо В общем договорились До того Что Иванова Должна просто Правильно Теперь информировать Граждан А вовсе Не налаживать Вот эти Электронные Коммуникации В очередной раз Ленаре Хакимовне Все сошло С рук Я констатирую Это Многие уже Раздражены Действительно Этой ситуацией До крайности В том числе И в правительстве Ну что поделать Вот такова Сила дружбы С коренной Хабировой Далее пошли По традиционному Сценарию Выслушали Доклад О дорогах И ЖКХ По поводу ЖКХ Опять Докладывала Ирина Голованова Что это уж Очень длинный Отпуск В связи с днем рождения Случился У Алана Морзаева Прямо уже Совсем давно Мы его не видели Впрочем Голованова Ничего нового Интересного Не рассказала Она Там рассказала Про какие-то Три отключения Холодной воды В Уфе Плюс 40 аварийных Отключений По республике Ну в общем Все как обычно Почему-то Выслушав Голованову Хабиров Заговорил о Таратау Опять он туда Ездил В выходные И вот в этот раз Он вдруг Принял решение Пообщавшись С местными жителями Хабиров Решил Не проводить Масштабных Сабантуев На Таратау Потому что Приезжает по 60 тысяч Человек Вытаптывают Все в округе Пугают птицы Реликтовые растения Гибнут Собственно Тут я не могу Не согласиться С Радиом Фаритовичем Действительно Уникальная местность Довольно-таки Там немного Немного пространства Если туда Нагнать 60 тысяч Человек Как он говорит Конечно Там живого места Не остается В принципе Конечно Места для Сабантуев Достаточно Всевозможных Полян И в округе Много Так что Все можно Спокойно Перенести В общем Вот как-то Так Подытожил Доклад Головановой Хабиров Существенно Более интересным Был доклад Господин Булышева Как ни странно Он заговорил Про дороги И Выдал нам Вот такую Интересную Статистику Собственной Работы Которую я Не поленился И проанализировал Довольно подробно В частности Господин Булышев Заявляет О том Что он Проинспектировал Уже 97% Башкирских Дорог Почти 20 тысяч Километров Проверено Выявлено 114 тысяч Дефектов На этих Дорогах Из них 72 тысячи Дефектов Уже устранены То есть Александр Владимирович Абсолютно Уверен В том Что 63% Дорог Уже Приведены В безупречное Состояние То есть Можно Начинать Раздаривать Асфальтобетонные Заводы За ненадобностью Любым Сепаратистским Движением В любой части Света Но начали С Украины Напомню Что на этой Неделе Восьмой Конвой Отбыл В ЛНР И увез туда Оборудование Для монтажа Асфальтобетонного Завода Прям целиком Нам не надо Забирайте Отмечу Что неделю назад Было выявлено Не 114 тысяч Дефектов А 105 тысяч Дефектов И из них Ликвидировано Было 65 тысяч Дефектов На дорогах Башкирии То есть Соотнося Вот эти Две цифры Нынешней И прошлой Недели Мы можем Сделать Вывод Что за Неделю Силами Дорожников Башкортостана Устраняется Примерно 7 тысяч Дефектов На дорогах И значит Оставшиеся Дефекты 42 тысячи На данный момент Возможно Устранить Примерно К 5 июля 2022 года То есть Вот 5-10 июля Дадим Небольшой Запас Это ориентир На то Чтобы Видеть В Башкирии Вообще Полностью 100% Идеальные Дороги В середине Лета Мы увидим Чудо Которое В принципе Можно будет Заносить Уже В какие-то Ватиканские Списки То есть 100% Ликвидированная Ямочная Дефективность Дорог Значит Будет Все Полностью Сделано Но Александр Владимирович Булышев Пошел дальше В своем докладе Вчерашнем И заявил Что Бокалинский И Илишевский Районы Республики Башкортостан На данный момент Устранили Дефекты На всех Своих Дорогах На 100% Но после Вот этого Грандиозного Заявления Мы обращаемся К жителям Бокалинского И соответственно Илишевского Районов Пожалуйста Выйдите На улицы А лучше Проедьтесь По дорогам Своего района Посмотрите Зафиксируйте Эту ситуацию То есть Либо действительно Случилось чудо Либо Господин Булышев Кривит душой Пожалуйста Фотографии С привязкой К местности Мы будем Очень благодарны Присылайте нам В любом количестве Почту мы указываем В каждом выпуске Можно со мной Связаться В социальных сетях Очень много способов Мы очень Очень ждем О том Что вы нам Сообщите Про вот это чудо Бакалинском И Илишевском Районах Господин Булышев Заявил Что ваши Дороги Идеальны На 100% Все Без исключения Выслушав Булышева Хабиров Впрочем Немножко Охолодил Его пыл Дословно Сказал Что есть Еще На чем Работать И по ремонту Дорог А также Напомнил Что неплохо Нанести Разметку Да С разметкой Опять у нас Какая-то Нескладушка Получается Дожди шли Булышев Отмазывался Мы помним Что было Пару лет Когда Разметку Вообще Не наносили У нас В Уфе В Башкирии И ничего Как говорится Выжили Не знаю Какова судьба Бюджетов Которые были Выделены На нанесение Разметки Но вот Было такое Сейчас Что-то Тоже Мне подсказывает Что с разметкой Все будет Не слава богу Но Как говорится Поживем Увидим В завершение Оперативного Совещания Все-таки Подвели Итоги Отчитались О поездке В Узбекистан Маргарита Булычева Не смогла Сделать Доклад Была Больна Делал Доклад Муратов Рустам Хамитович И звучал Этот доклад Так Итоги Визита В Узбекистан И перспективы Развития Отношения С Узбекской Республикой Ну В начале Доклада Как положено Показали Шикарный Видеоролик Действительно Очень качественно снятый И не знаю Сколько стоят Подобные Кинематографические Продукты Но Определенно Не дешево Так вот Ролик Состоял Из бесконечного Мелькания Самого Хабирова Частных Самолетов Белых Цветов Обильной Пищи И улыбчивых Узбеков Ну Супер Короче Все так Красиво Далее Мы узнали Из доклада Что Непосредственно В Каракалпакии Нас интересует В первую очередь Содовое Производство Там есть у них Какое-то Содовое Производство И мы Почему-то К нему Изъявляем Такой Очень мощный Интерес Ну Собственно Пока Не могу Сказать Насколько Это связано С теми Движениями Братьев Ротенбергов Которые Происходят В адрес Нашего БСК И связано Ли это Вообще Но что-то Такое Вообще В содовой Сфере Точно Происходит Вот это Витает Воздухе И с этим Пора Разбираться Ну Надо вот Как-то Начинать Разбираться И с Давыдовым И вообще С тем Что там Происходит Потому что У меня Складывается Ощущение Что мы Что-то Упускаем Также Мы узнали Из доклада Об Узбекистане Что экспортировать Туда В Узбекистан Мы намерены Муку Сахар И подсолнечное Масло Ну Вообще Мы традиционно Туда Это вывозили И в Казахстан Ну Вот Подсолнечное Масло По крайней мере И сахар Точно вывозили И в Узбекистан Вывозили Муку Сахар Подсолнечное Масло Так было С советских Времен Эти продукты В Узбекистане Производятся В очень Незначительном Количестве И вот Местное Население В них Нуждается Вопрос Только в том Что Это обычная Торговля Которая Всегда была С Узбекистаном Вопрос Только в том Насколько Нам Хватит Этих Продуктов Потому что Ну Времена Сами знаете Сейчас Довольно Неспокойная И тяжелая Ну Также Господин Муратов Сообщил Нам О том Что мы Предложили Производителям Ковров Из Каракалпаки Всевозможное Содействие На территории Республики Башкортостан Резидентство Во всяких Там Экономических Зонах И Технопарках Ну Тут конечно Очень сомнительная Идея Потому что Начнем с того Что В Башкортостане Нет Достаточного Количества И качества Сырья Для Нормальных Ковров Если Только Речь не идет Конечно О синтетических Коврах Тут мы Конечно Можем Нефтехимию Предложить В изобилии В общем По-моему Это какая-то Завиральная Идея Просто Она Очень Красивая И Вот Можно было О ней Ярко Говорить С точки Зрения Пиара С точки Зрения Бизнеса И Интеграции Экономик Это конечно Полный Бред Также В наши Нынешние Неспокойные Времена Ну и Достигнуты Договоренности Опять же Договоренности О контрактах На 200 Миллионов Долларов Вот собственно И все В конце Этого Доклада Хабиров Ну так Нервозно Слушал Напоминаю О том Что он Все время Куда-то Торопился Ему Надо было Сорваться Ровно Без Пяти Одиннадцать Как он Сказал В район Вот прям Район Какой-то Такой Прямо Ух Что Хабирову Нельзя Буду Опаздывать Но Тем не менее Выслушав Доклад Муратова Хабиров Опять Сорвался На свои Туристические Восторги Заявил Что Нам Необходимо Обязательно Открыть Самарканд Жителям Башкортостана Поручил Авзалову Разработать Туристические Продукты Нужно Сделать Как он Скал Потрясающий Продукт Уже Этим Летом Хабиров Всячески Рекламировал Узбекистан Рассказывал Что там Очень дешевая Вкусная Еда Что там Безопасно Что там Испанские Поезда Ходят По всему Узбекистану И молниеносно Переносит Людей Из Ташкента В Самарканд В общем Супер Какая-то Сказка Хабиров Вообще Очень Впечатлительный Турист Помните Он съездил В Казахстан Потом Три дня Шумел Что Откройте Жителям Башкирии Нур-Султан Три дня Шумел Самолеты В Нур-Султан Не полетели Хабиров Шуметь Перестал Ну вот Теперь Начал Шуметь Насчет Самарканда Просто Наверное Человек Недостаточно Поездил По миру Недостаточно Посмотрел Страны Людей И вот Теперь Его впечатляет Например Самарканд Хотя Ничего плохого Сказать не могу Самарканд Действительно Место Примечательное Собственная Интрига С вот Этой Торопливостью И взволнованностью Ради Хабирова На оперативном Совещании Разрешилась К вечеру К вечеру Мы узнали Что Хабиров Встретился Сергеем Лавровым Министром Иностранных дел Российской Федерации Уж не знаю В каком таком районе Поджидал его Лавров Но вот так вот Получилось Причем Хабиров В своих соцсетях Поверил Что он с Лавровым Обсуждал Вопросы Грибного спорта Ну Развитие этого Грибного спорта В Башкортостане Ну Ничего более Смешного За последнее время Я правда не слышал От наших Руководителей Вот да Сейчас Лаврову Точно Вот в этих условиях Вот это все Вот Украина Санкции Вот это все Вот вообще делать нечего Кроме как Развивать грибной спорт В Башкортостане Ну правда что Важнее задачи нет А по поводу Развития Хабирова Спортов Которые нравятся Кому-нибудь В Кремле Тут уже совсем Конечно Становится Не до смеху Тут тебе и триатлон Развивай И грибной спорт И биатлон Приходится Где-то там Подтягивать Так глядишь И опять Не построишь Дворец Греко-римской борьбы Не успеешь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok